Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галины Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области находятся с рабочим визитом заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушев. Вместе с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым они посетили ведущие предприятия региона, в том числе Ракетно-космический центр «Прогресс», который входит в промышленно-оборонный комплекс. Осмотрели мощности РКЦ, ответили на вопросы коллектива и провели совещание с руководством завода. Напомним, в Рио губернатор Вячеслав Федорищев возглавил в Госсовете Российской Федерации комиссию по промышленности. Сейчас в рамках работы этой комиссии формируются предложения. Большой раздел будет посвящен обновлению предприятий, которые традиционно всегда были сильными, но по разным причинам не успели модернизироваться так, как должны. Обращения, которые жители оставили в социальных сетях руководителя региона Вячеслава Федорищева и на других площадках, рассмотрели во время приема граждан. Его провела глава города Елена Лапушкина. Подробности в нашем сюжете. Обращения, которые жители оставили в соцсетях главы региона Вячеслава Федорищева и на других площадках, рассмотрели во время приема граждан. Его провела глава города Елена Лапушкина. Жительница дома, расположенного по улице Бортмехаников, обратилась к жилищным вопросам. Она попала в очередь на расселение после того, как в 2017 году ее дом признали аварийным. На прием к главе пришла, чтобы узнать, когда состоится новоселье. Дом четырехквартирный, деревянный. И в настоящий момент две квартиры выселены по решению суда. В итоге в этом доме я одна. Глава Самары пояснила, что новая квартира муниципального жилищного фонда уже подобрана. В ней идет ремонт. После чего женщина сможет переехать в новое комфортабельное жилье. Значит, у нас сроки до конца сентября, да, получается? Если что, в середине октября встретимся, если вдруг что-то не получится. Но я думаю, что получится. Тем более, если квартира уже подобрана. С похожим вопросом главе города на личный прием пришли жители дома 33 по улице Каховской. Здание признали аварийным в 2022 году. И жители хотели выяснить, когда смогут попасть в программу по расселению. Им рассказали, что сейчас действует программа по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Так, только в 2023 году новые квартиры получили 1115 семей. В начале текущего года в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил разработать программу на следующий пятилетний период. Планируется, что это произойдет до конца текущего года. Елена Лапушкина предложила жителям на время переехать в квартиры муниципального маневренного фонда. 700 человек прекрасно живут в маневренном фонде. Квартира отремонтирована. Всяко лучше, чем аварийное жилье. Но зато у вас тепло, свет и безопасность. Группа инициативных жителей советского района обратилась к Елене Лапушкиной сразу с несколькими вопросами, касающимися благоустройства территории, вывоза мусора и обслуживания внутридомового оборудования. Председатель ЖСК дома номер 177А по улице Партизанской Рената Долганова рассказала, что у жильцов возникли трудности с передачей теплового ввода в обслуживание ресурсоснабжающей компании. Елена Лапушкина поручила департаменту городского хозяйства и экологии администрации города проработать вопрос. Также участники инициативной группы советского района рассказали о проблеме с вывозом мусора с территории двора по адресу промышленности 180. Глава Самары поручила профильному департаменту проработать вопрос о создании дополнительной площадки для складирования мусора и закупки контейнеров. Также жители рассказали Елене Лапушкиной о неудовлетворительном состоянии внутриквартальных проездов. Несколько лет не предоставляется возможность полноценно отремонтировать дорогу. Глава Самары ответила, что в ближайшее время организует объезд территории, во время которого вместе с жителями проведет детальный осмотр для принятия конкретных решений. Виктория Шарая, Константин Головин, События. В столице региона продолжается обновление дворовых территорий по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Обновление территории проходит в 47 дворах во всех районах Самары. Сегодня вторую жизнь получает двор в Ленинском районе. Слово Полине Чирюковой. Во дворе дома 83 по улице Братьев Крастелевых обновляют детскую площадку. Здесь уже уложено основание ищебня, установлено детское игровое оборудование, бордюрный камень, по периметру выполнена санитарная обрезка зеленых насаждений. Работы ведутся по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Был составлен проект с учетом всех пожеланий от жителей, от старших по домам. Были все пожелания учтены в плане того, чтобы сохранить зеленые насаждения аккуратно. Соответственно, да, очень активное участие принимали. И потом будут активное участие принимать также в приемке этой площадки. Подготовительные работы на площадке уже завершили. Нынешний этап работы – укладка безопасного прорезиненного покрытия. Затем подрядная организация заасфальтирует участок, на котором будут располагаться скамейки и теннисный стол. Рабочий выполняет выполнение антитравматического покрытия, резинового. Эта трамбовка уплотняет грунт, щебень. Благоустройство двора – результат вовлеченности жителей в жизнь двора. На общем собрании собственников горожане принимают решение о необходимости обновления двора. При участии специалистов районной администрации создают дизайн-проекты дворовых пространств. Мы решили, что нам все-таки, может быть, лучше здесь сделать резиновое покрытие, для детей сделать комплекс, поставить маленький маф и теннисный стол для нашей молодежи, чтобы был какой-то активный образ жизни, занятие спортом. Двор благоустраивается комплексно, но поэтапно. В следующем году жителей дома номер 83 ждет еще одна перемена. Будет отремонтирован внутриквартальный проезд. В этом году в областном центре по нацпроекту обновляют 47 дворов во всех районах Самары. Из них 15 дворов в Ленинском районе. Кроме того, по губернаторскому проекту содействия в районе обновят два дворовых пространства. А в пяти дворах комплексно отремонтируют проезды, тротуары, расширят места для парковки автомобилей, заменят бордюры. Полина Чулякова, Игорь Казановский, События. Глава региона Вячеслав Федорищев поручил расширить программу благоустройства дворов и общественных территорий. В этом году планируется преобразить 123 общественные территории, 234 двора и три пространства в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы должны завершить к первому сентября. Что об этом думают жители Самары, узнали наши корреспонденты. От этого город будет только более красивый, более интересный и привлечет много новых туристов. Зоны отдыха увеличиваются, особенно в жару. В жару это просто замечательно сидеть в парке, в сквере небольшом, вот так вот по тени деревьев. Считаю, что это поддерживать надо обеими руками. В нашем городе, ну не только есть местные, есть еще приезжие, которые восхищаются даже нашим городом, которые хотели бы увидеть красивые места, отдохнуть. Поэтому я тоже живу в большом доме. У нас получается вот четыре дома, буквы «П», да, и там большая детская площадка, но она очень старая и требует ремонта. И я даже знаю, что на этот год планируют нам ее реконструировать. Когда все красиво, как-то настроение хорошее, и детям надо, так сказать, с раннего возраста прививать любовь, и где им можно играть, где им можно время вместе проводить. Я считаю, это очень хорошо. Чем больше заботы о наших людях, о младшем поколении, тем лучше всем. Мы квартиры свои ремонтируем, уютно водим, так и в городе должно быть красиво, уютно. Конечно, это нужно. Вы что, мы все двумя руками за то, чтобы благоустроить и сделать красивее наш дом. В Самаре продолжается обновление улиц, названных именами Героев Советского Союза. Эти работы организованы в рамках подготовки к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, которая будет праздноваться в следующем году. А уже сейчас на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонт производится на улице Санфировой от улицы Блюхера до Московского шоссе. Подробности в нашем сюжете. Ремонт улицы Санфировой протяженностью чуть более одного километра начали в ночь на 2 августа. Самарские объекты дорожной инфраструктуры, названные в честь Героев Советского Союза, приводят в порядок в рамках подготовки к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Необходимые меры принимаются заблаговременно. В профильном департаменте сообщили, что получали обращение горожан относительно неудовлетворительного состояния улицы Санфировой. Местные жители рассказали, что зимой и весной был поддерживающий ремонт, аварийно-ямочный. На какое-то время этого хватало, но потом из-за скопления воды на проезжей части снова требовалась помощь дорожных служб. Ямы были, особенно вот тут на перекрестке, прям очень глубокие ямы. Не ходило, ну, на тротуар заезжать, чтобы объехать. Для следующего поворота налево такая ситуация была, дальше нормально. Участок был включен в дополнительный перечень объектов, которые обновят за счет добавочного финансирования, выделенного на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В рамках текущего ремонта автодорогу отремонтируют методом больших карт на всю ширину проезжей части. Комфортным и безопасным будет подъезд не только к жилым домам. Отметим, что дорога по улице Санфировой ведет к поликлинике, другим клиникам и медцентрам, офисным зданиям, бизнес-центру и ряду производственных предприятий, а также к учебным заведениям, в том числе к Самарскому колледжу сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Золотухина. Сейчас идет фрезерование старого дорожного покрытия. На производство этого вида работ отвели две ночные смены. Площадь ремонта – порядка 9300 квадратных метров. «У меня тут специальные датчики, они вот ровняют. Они еще помощники мои. Он сенсорный, и впереди еще один стоит. Вот они ловят. И она идет ровно и так выровняет». После фрезерования на дороге не будет ямы изношенного полотна. Производственный график будет увязан с работами ресурсоснабжающих организаций, которые должны привести в порядок свои сети. К тому же дорога узкая, рабочим приходится трудиться в стесненных условиях. Зеленые насаждения, которые необходимо бережно сохранить, создают дополнительные трудности. При необходимости там, где деревья особенно разрослись и будут мешать работам, планируется выполнить санитарную опиловку. «Трудности они всегда возникают. У нас при производстве работы, такие как стоянок личного транспорта, автомобилей, на дороге приходится искать собственников, двигать как-то машины, уговаривать, чтобы убрали машины перед ремонтом». Наличие более 50 люков, смотровых и дождеприемных колодцев тоже усложняет выполнение задач. В дальнейшем специалисты выполнят работы по поднятию люков подземных коммуникаций на проектную отметку. Также подрядчик заменит крышки люков на современные антивандальные и антишумовые. Помимо этого, до устройства нового покрытия проезжей части предстоит установить новые бордюры более 700 погонных метров. На локациях, где не был предусмотрен борт, кромку дороги укрепят асфальтобетонным гранулятом. Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на улице Сан-Фировой от Блюхера до Московского шоссе работами охватят выходы на пешеходные переходы. Они будут отвечать современным требованиям безопасности и комфорта, в том числе для маломобильного населения. Предусмотрено обустройство в формате пандусов. Для этого специально будет понижен бортовой камень. Специалисты рассчитывают, что на все эти работы уйдет не менее двух недель, после чего можно будет заниматься укладкой асфальтобетона по основному ходу. К отдельным локациям проявят повышенное внимание. Будет выполнен ремонт основания на перекрестке с Карлом Марксом. Там яма, постоянная яма. Я сам здесь езжу, знаю, что она здесь есть. Это стараемся устранить, данную проблему. В процессе ремонта приведут в порядок и парковочные карманы. Такие меры несут не только практическую ценность, но и обеспечивают безопасность движения как автомобилистам, так и пешеходам. Светлана Кудрявцева, Августина Охременко, Константин Головин. События. Самарская область продолжает готовиться к выборам. В дни голосования с 6 по 8 сентября жителям региона предстоит выбрать губернатора Самарской области. О механизмах сотрудничества всех заинтересованных субъектов в обеспечении легитимности электоральной кампании и о защите прав граждан на каждом ее этапе сегодня говорили в избирательной комиссии Самарской области. Подробнее в нашем сюжете. Единство целей и задач в избирательном процессе. Основное это обеспечить проведение честных, прозрачных и легитимных выборов в Самарском регионе и защитить избирательные права граждан. В избирательной комиссии Самарской области состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Уполномоченным по правам человека Самарской области, Областной общественной палатой и избиркомом. Это три составляющие легитимности, открытости и честности проведения выборов. Все органы, которые мы представляем, они заинтересованы именно в этом. Большую роль в обеспечении законности выборов играют независимые общественные наблюдатели. Они следят за ходом голосования на избирательных участках. Дистанция очень короткая для того, чтобы люди определились. И, наверное, это как-то повлияет в том числе на электоральный процесс. Я уверен, что наши общественные наблюдатели, они проявят себя с самой положительной стороны. И это будет способствовать тому, чтобы выборы, в конечном счете, губернатора Самарской области прошли открыто, честно и без нарушений. По словам уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гольцовой, по результатам социологического исследования, проведенного в феврале этого года, у жителей Самарской области возрос интерес к реализации конституционного права быть избранным и избирать. Главная задача участников трехстороннего соглашения – обеспечить гражданам реализацию этого права. Когда говорят о том, что доступная среда нужна только для инвалидов, мне кажется, что это полное заблуждение. Доступная среда нужна и комфортная среда нужна всем абсолютно избирателям. Это и мамочки с детьми приходят, это и пожилые люди приходят, и даже молодые люди, которые впервые голосуют. Ведь все зависит от того, как тебя встретят на избирательном участке. Как правильно органы власти и избирательные комиссии подходят к реализации этого избирательного права, то и настроение у людей совершенно иное. Совместная работа сторон затронет рассмотрение обращений граждан в ходе электорального процесса, в том числе поступающих на горячую линию. Обмен информацией, совместные консультации, круглые столы, а также выработка по итогам всей кампании предложений по совершенствованию избирательного законодательства тоже лягут в основу такого взаимодействия. Галина Топилина, Константин Головин, События. Со 2 августа в России заработает новый порядок погашения требований кредиторов при несостоятельности. Судебные экспертизы будут проводить только после предоплаты, а банки начнут контролировать общение с должниками. Эти и другие законодательные изменения вступают в силу в последний месяц лета. Новелла обсудила с экспертами Светлана Кудрявцева. Со 2 августа у кредиторов появится право распоряжаться требованием в рамках субсидиарной ответственности бывших руководителей должника. В ходе банкротства кредиторы получают удовлетворение своих требований через продажу имущества должника, которое было выявлено арбитражным управляющим. Но в том числе закон о банкротстве предусматривает привлечение к субсидиарной дополнительной ответственности контролирующих должника лиц. Например, если я был директором должника и совершил противоправные действия, которые дорушили интересы кредиторов, например, вывел активы, то таким образом я виновен. Тем самым уменьшил массу кредиторскую должника, тем самым я нарушил интересы кредитора, и определенный механизм, который предусмотрен законом, предусматривает, что меня можно привлечь к ответственности дополнительно. То есть я, как лицо виновное, буду отвечать за долги юридического лица. При этом в законодательстве существовал пробел, и судебная практика была противоречивой. Однозначного ответа, можно ли передавать непроданный долг кредиторам, не было. И вот сейчас внесли изменения в закон, который однозначно установил правило, что если в ходе процедуры банкротства юридического лица были привлечены к субсидиарной ответственности контролирующие лица, то вот этот долг, в случае, если он не продан на торгах, может быть передан кредиторам по соответствующей уступке. Мы с вами знаем, что банкротство достаточно распространено сейчас в России, вносит массовый характер, и поэтому это такой важный момент. Также 2 августа вступают в силу изменения, направленные на защиту прав экспертов при проведении судебных экспертиз. Данное правило и сейчас действует уже, но только в арбитражном процессе. Там невозможно назначить экспертизу, пока ты не внес деньги на депозит суда. В гражданском же процессе очень часто экспертизу назначают и без такой предоплаты, а судебные эксперты потом годами дожидаются, и даже иногда взыскивают с граждан денежные средства на судебные расходы. А теперь только по предоплате. То есть граждане должны будут внести на депозит суда сначала денежные средства, после чего только суд сможет назначить экспертизу, а деньги по результатам экспертизы будут перечислены экспертом. 5 августа введут новые требования к банкам и микрофинансовым организациям по взаимодействию с должниками. Сейчас микрофинансовые организации и кредитные учреждения обязали вести запись с должниками в рамках общения по возврату долга. Эта история раньше была урегулирована, установлена в отношении коллекторских организаций, но теперь еще обязали в отношении и иных организаций установить специальное программное обеспечение, оборудование, которое позволяет вести запись, и хранить эту запись в течение трех лет. Таким образом, государство, как регулятор, может потом проверять, контролировать, действительно ли в этот процесс взыскания задолженности, общение с должниками ведется корректно, правильно. Также в последний месяц лета в действие вводится много новых стандартов. У нас впервые появляется ГОСТ по индивидуальному жилищному строительству, зеленому, так и назван ГОСТ, то есть это экологичное жилищное строительство, скажем так, коттеджных поселков, коттеджей. Также у нас вступает в силу новый ГОСТ по капитальному ремонту многоквартирных домов, я знаю, с этим у нас много проблем, все граждане, кто же проживает многоквартирных домов, скидываются на капитальный ремонт, и теперь появятся ГОСТы, каким образом этот ремонт должен проводиться. Также в августе вступает в силу нормы закона о том, что можно передавать по наследству цифровые рубли. Правда, как это будет работать, пока непонятно. Порядок составления таких завещаний должно определить правительство по согласованию с Центробанком. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, Григорий Плешаков. События. В Самарской области увеличили размер единовременной выплаты для заключивших с 1 августа контракта прохождения военной службы. Теперь с учетом региональной поддержки эта сумма будет составлять 1 миллион 205 тысяч рублей. Подробную информацию о поступлении на службу можно узнать в Самарском пункте отбора по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих подписать контракт, проводят тестирование, медицинскую комиссию и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения военной службы, социальных гарантиях, льготах и компенсации не только для бойца, но и для членов его семьи. Помощь друзьям, родным, знакомым, честь, также поскорее закончить уже эту войну, беспредел. Ну и также льготы детям, обучение, все бесплатно. Государство дает нашим детям. Сегодня в России отмечают День ВДВ. История праздника связана с созданием первых подразделений воздушно-десантных войск. 2 августа 1930 года на военных учениях Московского военного округа под Воронежем впервые был представлен парашютный десант. Глава Самарского региона Вячеслав Федорищев по случаю этой даты обратился к воинам, десантникам и ветеранам. Он отметил, что через школу мужества ВДВ прошло уже не одно поколение защитников Родины. В Самаре на площади памяти состоялась торжественная акция, посвященная Дню ВДВ. Подробнее в сюжете. В Сихах объединяет ответственность перед Родиной, желание ее защитить и бесстрашие, с которым они пришли на военную службу. Их называют «крылатая пехота» и «голубые береты». Хотя этот головной убор ветераны ВДВ теперь надевают только на праздник 2 августа. Обязательно в этот день на площадь памяти приходит и Павел Куркин, ветеран спецназа. Свою военную службу и боевых товарищей не забывает. И память о них несет через года. Это самые яркие годы и самые яркие эмоции. Ведь уходя из этой жизни, мы даже свое бренное тело оставим на этой земле. И унесем только эмоции. Вот армия – это самые яркие эмоции в жизни. И если тот простой военный порядок перенести на гражданскую жизнь, ну поверьте, здесь будет больше порядка и меньше бардака. История воздушно-десантных войск началась в 1930 году. Тогда на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было выполнено десантирование с помощью парашютов. А во время Великой Отечественной войны уже было 5 воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый. Десантники всегда были на передовой в сражениях и не раз проявляли массовый героизм. Они воевали в горячих точках, а сейчас участвуют в специальной военной операции на территории Украины. В этот святой для каждого десантника день хочется вам пожелать мирного неба, глубого, здоровья, удачи во всех ваших начинаниях. А нашим братьям, которые находятся за ленточкой, быстрее одержать победу, столкать в норы эту нечисть, вернуться домой живыми и здоровыми. В этот день ветераны и члены семей военнослужащих по традиции обязательно возлагают святых памятнику воинам-интернационалистам, поминая павших товарищей и своих близких. Мы воевали не за деньги и не за награды, что дала нам страна. Мы русский десант, а это значит, за нами Родина одна. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания, всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова